Добрый день! Возникли такие торговые настроения? Настроение инвесторов ухудшилось по причине слабых отчетов о строительстве жилья и потребительской уверенности в США, так как это понизило вероятность дальнейшего ужесточения ставок ФРС. В четверг курс доллара США вырос до двухнедельного максимума после того, как ФРС США объявила об ожидаемом решении повысить ключевую процентную ставку и подтвердила намерение провести еще одно ужесточение до конца года. За неделю индекс доллара США просел почти на 0,1%. Слабые экономические отчеты оказали давление на доллар США. Пятничные данные показали, что число новостроек в США сократилось в мае третий месяц подряд до минимального уровня за 8 месяцев. Охлаждение в строительном секторе США может замедлить экономический рост во втором квартале текущего года. В отдельном отчете от Университета Мичигана говорится, что потребительская уверенность в США понизилась до 94,5 пункта в июне против 97,1 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на отметке 97,1, как и в мае. Котировки японской иены немного изменились во время торгов с повышенной волатильностью после того, как Банк Японии решил оставить процентные ставки на прежнем уровне. Кроме того, регулятор указал на то, что будет поддерживать ультрамягкую монетарную политику еще долгое время. Фунт стерлингов поднялся до отметки 1,2780 против доллара США, потяжелев на 50 пипсов за прошлую неделю на фоне растущих шансов, что Банк Англии может скоро поменять политику низких процентных ставок. На заседании три чиновника Комитета по монетарной политике проголосовали за повышение процентных ставок. Евро получил поддержку после того, как Международный валютный фонд и министры финансов из 19 стран еврозоны утвердили транш для Греции в объеме 6,5 млрд евро, чтобы предотвратить в стране дефолт в июле и новый долговой кризис. Валютная пара евро-доллар почти не поменяла динамику на прошлой неделе. Вот и все, что я хотела рассказать о текущих трендах на валютном рынке. Анна, а кто доминировал на товарном рынке? Медведи или быки? На этот раз медведи доказали свое превосходство. И что же способствовало распродаже? Данные, показывающие подъем нефтедобычи в США и слабый внутренний спрос на бензин, оказывали давление на цены. Цены на нефть совершили отскок в пятницу после того, как упали до минимального уровня за 2017 год. Тем не менее, нефть завершила торговую неделю с потерями. Фьючерсы на поставку нефти сорта Brent в августе подорожали на 45 центов до 74 долларов 37 центов за баррель на фьючерсной бирже в Лондоне. Июльские фьючерсы на поставку североамериканского сорта WTI выросли на 28 центов и закрылись в пятницу на отметке 44 доллара 74 цента на Нью-Йоркской товарной бирже. Однако такое подорожание оказалось недостаточным, чтобы нефть завершила неделю в зеленой зоне. Цена на нефть сорта WTI просела на 2,4%, в то время как цена на нефть сорта Brent потеряла 1,6%. Североамериканская нефть продолжила самую длинную череду недельных потерь с августа 2015 года. Тем временем золото резко выросло в цене в пятницу после трехнедельного минимума, отмеченного днем ранее. Тем не менее, заявления ФРС США еще об одном повышении ставок до конца года отправили золото на понижение вторую неделю подряд. В пятницу фьючерсы на поставки золота в августе торговались по цене 1256 долларов 50 центов за тройскую унцию. В четверг драгметалл закрылся на самом низком уровне с 24 мая. За неделю золото подешевело на 1,2%. Анна, большое спасибо за обзор товарных рынков. Вы смотрели еженедельный обзор валютного и товарного рынков, которые вам представили мы, Анна Касаткина и Екатерина Стихина. Удачного вам дня! До свидания!